всем привет я келджой это рыжик россия 23 самое новое видео владимира киберспорт добиваю мой марафон россии 23 погнали по оценкам многих экспертов киберспорт это спорт будущего уже сегодня призовые фонды на чемпионатах по компьютерным играм достигают десятков миллионов долларов однако быть киберспортсменам не так просто друзья называют их задротами родители забирают компьютерные провода а личную жизнь приходится бросить на произвол руки сколько можно работать отдав жизнь за нырзула почему много мух в комнате у человека который каждый день покупает мухобойку и как объяснить людям что если ты собрался форточку не нужно вызывать мчс найти многие другие вопросы нашей съемочной группе ответит настоящий ветеран киберспорта который с радостью согласен это владимир профессиональный киберспортсмен создатель авторской тренировочной методики клава кока суть методики просто одна рука всегда должна быть на клаве другая на коках владимир скажите в категории дисциплинах вы наиболее компетентны играете вовка я сыграю форточку могу повыграть в основной в кадрочили сана владимир вы иметь тебя после разминки владимир приступил к основным матчем для начала киберспортсмен по голосовому чату соединился со своей командой чего без меня уже и башки чтобы пригласить никто не мог владимир процитировал дзюбу и продолжил общение со своими комьюнити по словам киберспортсмена среди игровых друзей нет случайных людей они не просто друзья не по-настоящему за родственные души дебил что ли нервозность это одно из последствий увлечения киберспортом стресс кибератлетов возникает на почве одиночества по словам владимира киберспортсмены очень одиноки потому что им приходится упорно тренироваться а ведь они мечтают потренироваться у девушки среди кибератлетов владимира уже прозвали месси киберспортивного мира ведь всю его многолетнюю карьеру связывают с испанией а именно со стыдом владимир расскажите о сленге которые используются в контр-страке натерять щелк длина это long мы сейчас вот с пацанами в кишку спускаемся это тоннельно то есть вы собираетесь компании парней чтобы входить в кишку правильно то есть вы собираетесь компании парней чтобы входить в кишку и успех зависит от длины какие компании одобряем одобряем гбт-тим но это для твича конечно для российского законодательства осуждаем осуждаем тренировочный матч владимира завершён настало время для перекуса как нам удалось выяснить киберспортсмены с любым трепетом подходит к своему рациону соблюдая строгую диету на дремонте картины киберспортсмена входит отборная яичная лапша слегка просроченные сосиски из свежего мяса только что собранная зелень и свежевыжатый майонез для того чтобы обозначить голосовом чате что партнер по команде занят приемом спорт пита профессиональные киберспортсмены издают специальный секретный звуковой сигнал важным элементом диеты является так называемый энергетоз который в комплексе остальными продуктами дает мощнейший заряд бодрости владимир ненадолго отошел от спортивного снаряда для того чтобы скинуть снаряд успех в киберспорте напрямую зависит от так называемых девайсов это устройство которое используется в процессе игры по старой киберспортивной традиции коврик для мышки пылесосят чаще чем любой другой в доме по словам владимира его киберспортивный коврик это самая ухоженная подмышка в его жизни киберспортсмены очень амбициозный как говорит владимир я могу одной рукой есть мазать ничего а другой выбирать на дроме porsche твоя рука и твой нахуй телефон владимир выбрал приложение дрон не суда она там самый большой гараж ковых реальных предложений ну ты думаешь я блять не понимаешь что рекламу снимаешь ебись камеру нахуй тут пиздюлину и сьёбал на нем пытаются заработать а значит наша редакция должна перестать делать так чтобы он что-то понимал специально для этого наша съемочная группа в совершенстве овладела английским языком на протяжении долгих двух дней посещая специальные курсы this is владимир владимира не случайно дело в том что его карьера в спорте это настоящая киберспортивная драма было сразу понятно что его будущее связано скидываешься 6 потому что еще до рождения он был с головой в компьютере причем я сразу понял будет именно counter-strike потому что это было узи предрасположенность владимира киберспорту было заметно с раннего детства это первая тренировочная база владимира здесь уначале киберспортивный путь с этого маленького компьютера вот эти сами в одиночестве именно тогда он по можно и тетрис звание потом же и были все другие играть и в одиночестве смотреть в экран в ожидании длинной палки профессиональный киберспорт владимир попал в 2005 году тогда будучи школьником он получил на день рождения компьютер с восхищением смотря на кумиров того времени геймеров из компьютерных клубов парень захотел заполучить такое же признание за дротского комьюнити в этот момент он понял ничего не добиться если не привести свое тело в идеальную киберспортивную форму а это отрастить сальную шевелюру на заре киберспорт а сальные волосы были главным показателем опытности игрока помню 2000-х заламываешься в клуб если ты видишь что тело сидит именно с остальными патлами ты знал что это по-любому не какой-то рок это чисто шпилевой пассажир но не злазами размотает все как вспоминал свой сын монобровью и потом он сумел добиться желаемого результата отрастить идеальную жирную прическу дела спортсмена пошли в гору сальность его волос не вызывало сомнений каждый видевший его на расстоянии чую это мощный киберспортсмен его боялись и уважали однако в этот момент его карьеру неожиданно остановила киберспортивная травма тогда врачи сказали ему что год он не сможет тренироваться для него это страшный диагноз когда доктора сказали ему что он годен но он был подавлен владимир был в машине он понимал с натренированной шевелюры придется распрощаться она целый год у него будет только один скин от юдашкина однако парень верил он вернется в киберспорт еще более мощной сальной шевелюры но мечте не суждено было сбыться когда владимир вернулся из армии стало понятно его прическа осталось по контракту так закончился его профессиональный киберспортивный путь парень который мечтал апнуть глобала сумел апнуть лишь и фрейдера и просто в жизни профессионального киберспортсмена иногда надала момент римина он осознает он не профессиональный киберспортсмена просто задрот а значит огромные гонорары с чемпионатов ему не светят а жить на что-то нужно в такой момент геймеры отключать чувство собственного достоинства и включают донаты кто напишет что звук хирурга вся магия происходит о тоже коллега по цех пример как и я только не могу крошка вместо камеры они вот этот z у меня такое себе качество куда-нибудь может поставлю нормальную камеру получше ну или на на кота не в поставлю здесь при помощи камеры и микрофона изображение и звук транслируются на сотни экранов по всей россии начать заниматься этим смелый шаг бросить все и стать вебкам моделью владимир как типичная вебкам модель максимально скрывает от всех свою работу однако нашей съемочной группе удалось уговорить его на интервью при условии сохранения полная на что там за девушка была позади что это просто стримы моделью что за девушка владимир я долго думал что это просто стримы не кидают донаты если бы так это работало сообщение я твердо решил для себя я отказываюсь от своих принципов потому что всем нужны деньги специально для россии 20 ну да сейчас стримеров если не сотни по тысячи даже больше уже тысячи стримеров тысячи 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 много короче стримеров стримеров поэтому от как-то пробиваться например один зритель 2 максимум бывает и это толкает конечно людей на фрик контент чтобы хоть кто-то тебя смотрел разбить там яйцо голову выпить залпом там чем такое кидайте хуй и моё вот это все медисон хороший хороший выпуск я теперь нагнал кто мне там пишет о чем я говорил я забыл о чем он говорил о да и нагнал владимир кибиспорт последнее видео я стараюсь его забыл конвекциональность кооперативность прочее свежие видео на него как можно быстрее react делать вот скажем так всем спасибо за внимание все ссылки в описании ставьте лайк подписывайтесь на канал подписывайтесь на чат телеграме до скорых встреч всем пока